Наш тендем есть у нас художник Марина Герасимчук и Ирина Владимировна Антонёк. Ира Антонёк, что уже они совместно в этом приедут и делают третью сказку. Она очень будет красивая. Ирина Владимировна нервничает, переживает. Здесь взят восторг. Они привязывались конкретно к какой-то стране. Поэтому вот и музыкальная фактура тоже подбиралась так, что где-то кому-то напомнят про Индию, кому-то напомнят про Армян. Восточная музыка, восточный характер. И актёрам сейчас тоже немножко сложно, потому что, о господи, да, а тут о валах. Не занимается разработкой спектакля, а художник уже предлагает. И понимаешь, что оказывается будет классная сказка, и на Алладине мы останемся. В общем, художник дал идею. Да, толчок такой толчок, что такую сказку уже даже не хотел искать. Волшебство в сказке будет для детей? Я думаю, что будет. Будет. И очень дорогое. Говорю, как директ. Волшебство будет. Конечно, да. С Киева без. А что? Не скажем. А, Ваша, ну зачем вы раскрываете все секреты? А что вы планируете сделать? Интрика. Ну, тяжело говорить о планах, а потом вдруг они не так получились, как ожидалось, или не так что-то это. Поэтому сейчас я скажу, что будет с вами волшебство. Будет красиво. И костюмы новейшие, и декорации новейшие. И действительно будет волшебство, Ирина Ванимовна. У нас отдельно адолистки у султана будут. Это для пап. Для пап. Да, для мужчин. Вот. Есть волшебство, за которое отвечает Визирь. Есть волшебство, за которое отвечает Джин. Вот. И Джин у нас... Кто играет? В полу настоящий. В полу настоящий. Кто играет Джин? В полу. Дмитрий Зиневич и Андрей Клущук. Еще есть Сережа Робов. Но у меня, я же говорю, у меня вот вроде все в материале. И поэтому вот так я ими играюсь. У нас новая игровая будет программа. Делает Антон Николаевна Тимошкина игровую программу. Новый задум. Музыкальный. Музыкальный. Антон Николаевна на базе оркестра. Именно будет центром оркестра игровой программы. Это будет по-новому. Очень интересуется спива. Да. Он и так поет, а тут же еще как Дед Мороз. То есть просто спевучит Дед Мороз. Я долго не выходила на сцену. Но у меня нет такого, чтобы выходить на сцену и смотреть. Я всегда сажусь в зале и смотрю премьеру. Сегодня я вышла на сцену. Я была опять-таки очень сильно удивлена. У нас скоро будет конкурс. Мы будем объявлять, наверное, конкурс. На самую прекрасную сказку. Вот эта, наверное, сказка будет самая прекрасная. Спасибо.